Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как отличить совесть от самокопания? Ну, это простой достаточно вопрос. Самокопание безрезультативно. Если мы под совестью воспринимаем всю ту сложную гамму чувств, которые вызвало у нас Евангелие после его прочтения и попытки исполнения его жизнью, то совсем другая история. Это неотступное ощущение совести в человеке, в христианине. Неотступное ощущение присутствия Бога рядом с тобой. И ты заносишь руку или ногу для того, чтобы совершить нечто, и на тебя смотрит Господь. Вот. А самокопание — это ты сам собой пережевываешь, как замечательно кто-то сказал из моих прихожанок, мысленную жвачку. Вот. И все одно и то же, одно и то же. Жуешь, жуешь, а результата никакого нет. Мы переживаем о многих вещах. И сейчас такое стоит особое переживание, особенно среди городских избалованных жителей о том времени, которое наступило и обрушилось на нас. Но переживание нерезультативно. Ты можешь переживать месяц, два, год, пока с ума не сойдешь. Вот. А христианское совестливое бытие результативно, потому что к тебе приходит некое переживание о себе или о своем состоянии, или о состоянии ближнего, или о состоянии мира. И ты видишь Бога перед собой и обращаешься к Нему, будучи не в силах это изменить. Господи, я не в силах изменить это переживание. Я не в силах побороть его. Мне некогда заниматься самокопанием, самобичеванием, или всеобщим осуждением, или вселенским плачем. Прошу тебя, Господи, пожалуйста, если возможно, если есть на то твоя воля, исправь вот это то, что я не могу изменить в данный момент, а я пойду дальше. Вот не бойтесь переносить на Бога всемогущего то, что вы совсем не можете сделать. Христос говорит о том, что в последние времена люди будут издыхать только отчаяния, бедствий, грядущих на вселенную. Мне кажется, что чем больше я смотрю на этот мир, тем мне кажется, что это время к нам все ближе и ближе. Люди переживают, трясутся, плачут, беспокоятся, сходят с ума от того, что еще не произошло. И может быть даже и не произойдет. Это один из показателей колоссального духовного оскудения человечества. И финал этого оскудения будет печальным, потому что Господь говорит об этом. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Веры сейчас сколько угодно. Неверующих людей на земле почти нет. Но во что мы верим и в чем выражается эта наша вера? Вот чаще спрашивайте себя об этом и чаще задавайте себе вопрос. А правда ли я открыт все время для Бога? И правда ли я чувствую на себе постоянно любящий, испытующий взгляд моего Спасителя? Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!